В эфире первого карагандинского новости в студии Миром Гусал Кимбаева. Здравствуйте! Я и мои коллеги расскажем вам о главных событиях этого дня. По ошибке судоисполнителей на улице чуть не осталась воспитанница детского дома. Из-за халатности своих родителей трехлетний малыш оказался на больничной койке. В пострадавшем от наводнения селе Щищенкара района имени Бухаржирау сданы три дома. В Караганде по ошибке судоисполнителей без крыши над головой чуть не осталась воспитанница детского дома с пятилетним ребенком. Явившиеся выселять жильцов специалисты только после вскрытия входной двери заметили, что в квартире живут не те люди. Признав свою ошибку, приставы прекратили свои действия и обещали во всем разобраться. Одинокая мать Наталья Хомякова приобрела данную комнату 13 лет назад. Получила ее от местного акимата. Тогда воспитанница детского дома была рада и этим девятиквадратным метрам. Хотя по закону ей полагалось двухкомнатное жилье. Сегодня в ее небольшую обитель неожиданно вторглись судоисполнители. Перепутав номера комнат, последние даже успели вскрыть входную дверь. Проявившие рвение в исполнении судебного акта, блюстители порядка пришли выселять семью Дюсимбековых, которые, по их словам, живут в комнате номер 100 незаконно. Жильцам этой комнаты даже дали время на добровольное выселение. О том, что здесь живет воспитанница детского дома Наталья Хомякова, судоисполнители как будто и не знали. Только сегодня заметили разницу в фамилиях. Решение суда есть, да. Ну а что? О выселении вас. Какой у вас? У вас именно Дюсимбековых. С сотой, да? С сотой? Ну она не живет сотой. Живет сотой, дедоновская девочка живет. Свои ошибки судоисполнители поспешили списать все на общий план жилья. Якобы с нумерацией в этом здании не все в порядке. Обещали во всем разобраться. Дело в том, чтобы взыскать и показывать схему. Здесь схема, смотрите, 97-98, там 4 квартиры должны по правой стороны. Как зайдете, по правой стороны 4 квартиры. 97-98, 99-100, то есть крайняя. А взыскать, говорит, вот здесь вот посередине, предпоследнее показывает, где 99-я квартира, по идее. А там схему откройте, пожалуйста, свою. Вот в связи с этим я прекратил выселение, сейчас будем выяснять. Пересмотрение судебного акта затянется на месяц. Но перепуганная и возмущенная Наталья Хомякова намерена обратиться в прокуратуру. Таких нерадивых работников нужно наказывать, говорит женщина. Аймам Ренажа Сулам Акулбеков, Александр Цирикидзе, Первый Карагандинский. Трехлетний малыш из Нуринского района заразился инфекционным заболеванием из-за халатности родителей. Они не позволяли врачам делать плановые прививки. И впоследствии ребенку поставили диагноз «столбняк». Родители малыша впервые обратились в больницу 9 августа текущего года. У ребенка были судороги и приступы удушья. После обследования выяснилось, у него столбняк. Со слов врачей областной инфекционной больницы, причины заражения могут быть разные. Но самое главное у упущения родителей – халатность. Ведь если бы не их упрямство, ребенок мог бы быть абсолютно здоров. Сейчас состояние ребенка крайне тяжелое. Работники медицинского учреждения призывают граждан быть благоразумнее. Хотелось бы предостеречь наших родителей, детей, в том, что необходимость проведения прививок – это обязательно. Для того, чтобы избежать таких тяжелых случаев заболеваний. Все прививки с момента рождения, которые у нас внесены в национальный прививочный календарь, их необходимо делать. Прививки проводятся в поликлиниках по месту жительства. Курс тенге и доллара не повлияет на отечественных производителей. Их продукция не подорожает. Колебания цен произойдут только в сфере импорта. А местные товаропроизводители от этого могут только выиграть. Такое заявление сегодня сделали чиновники на заседании в национальном пресс-центре. Наши продукты, питание, которые производятся здесь, они останутся без изменений. В областном пресс-центре сегодня собрались предприниматели и работники государственных структур. Со слов последних, изменение курса тенге и иностранной валюты никак не должно отразиться на ценах отечественных товаропроизводителей. Благодаря введенной свободно плавающему обменному курсу увеличится выручка предприятий, увеличится бюджетное поступление. Кроме того, помимо этого, появится дополнительная возможность локализации производства и также появится возможность инвестирования в свою модернизацию. Свободный курс доллара поможет местным предприятиям повысить конкурентоспособность своей продукции. Ведь за счет повышения цен на импорт в нашей стране возрастет потребность в отечественном товаре. Вся импортируемая продукция, она же импортируется сюда в валюте. И коли курс сейчас скорректирован, то наши местные предложения в тенге, они будут выгоднее выглядеть по сравнению с этими иностранными предложениями. То есть, в силу корректировки курса. Наши расценки должны остаться прежними, конечно. На сегодняшний день цены на продукты в нашей области стабильные, заметили чиновники. Ежедневно в областной Акимат поступает информация о ситуации на рынке экономики. Поэтому переживать и создавать искусственную панику не стоит, пояснили они. Айямам Ренажа, Сулам Акулбеков, Александр Цирикидзе, Первый Карагандинский. Казахстанская тенге и российский рубль связаны между собой не только государственными договорами, но и рынками сбыта собственной продукции. Как считают предприниматели области, сегодняшнее соотношение тенге к рублю имеет свои выгоды и положительно сказывается на экономике региона и страны в целом. Как это происходит на самом деле, мы выясняли на примере темиртаусской фирмы «Водоканалстрой». ТО «Водоканалстрой» в Темиртау работает с 2007 года. В своем активе имеют договоры с 12 городами Казахстана. Продукция востребована строительной отраслью, но попытки выйти на российский рынок не получили развития. До сего времени продукция наших соседей была дешевле казахстанской. А вот на нашем рынке они чувствовали себя свободно и составляли серьезную конкурентную среду для казахстанских предпринимателей. Несмотря на востребованность строительной продукции ТО «Водоканала» в промышленном и гражданском строительстве, на ее качество, экологическую чистоту, ценовая политика была на стороне российских конкурентов. Отсюда падение пакета заказов и невысокая заработная плата. Сегодня, как ни странно, удается сбалансировать систему ценообразования. Сегодняшнее соотношение рубля к тенге дает возможность не просто конкурировать с российскими производителями, но и открывает двери к экспорту собственной продукции. Российский рубль к казахстанскому тенге, для нас это хорошо, в районе 4-4,5 тенге за рубль, как было раньше. Нет худа без добра. Для предпринимателей получилась выгода. Правда, для простых граждан на бытовом уровне большой радости нет, цены скачут. Но у предпринимателей есть уверенность, что экономика Казахстана еще развернется. А это, в свою очередь, позитивно повлияет и на жизнь простых граждан. С конца прошлого года, все вы знаете, когда рубль стал в районе 3,5-3 тенге за рубль. Вот тогда, конечно, тяжело уже было. Это где-то с октября 2014 года началось и было практически по сей день. Ну и сейчас говорить о том, что прям резко ситуация изменилась, нет. Конечно, все контракты основные на этот год уже подписаны. Из-за разницы курсов и логистика из России в Казахстан была дешевле. Сегодня существует баланс, которым надо воспользоваться нашим предпринимателем. Сергей Узакозов, Исланбек Успан, Первый, Карагандинский. В пострадавшем от наводнения селещи Ченкара районы имени Бухар-Жирау сданы три дома, которые были полностью разрушены. Счастливые люди уже начали обживаться в новых жилищах. Всем пострадавшим был возмещен материальный ущерб. Амина Смакова продолжит. В пострадавшем от наводнения селещи Ченкара Карагандинской области люди обживаются в новых домах. В них был сделан капитальный ремонт. Надежда Иноземцева – мать-одиночка, воспитывающая троих детей. Женщина переживала, что в школу дети пойдут, не имея жилья. А сейчас у них есть крыша над головой. Очень хороший дом. И места хорошие, много. Двор хороший, огорожено все. Поселок пострадал от весеннего паводка ночью 10 апреля и в зону затопления попали 8 домов. Из них три уже не подлежали ремонту. Пострадавшим семьям полностью был возмещен материальный ущерб в объеме, установленном независимыми экспертами, на сумму 1 млн 566 тысяч тенге, а также оказана материальная и гуманитарная помощь. Все пострадавшие уже въехали в новые дома, падежа скота не было. Амина Смакова, Александр Цирикидзе, 1-й Карагандинский. Галвин. Оконные системы А-класса. Долговечность 60 лет. Галвин. Морозостойкий, надежный, прочный. Для тех, кто ценит качество. В Карагандинской области возобновили деятельность шести предприятий, которые ранее были на грани банкротства. Это стало возможным благодаря программе по реанимации данных бизнес-структур. То есть этим организациям оказали помощь в предоставлении понижающих тарифов на железнодорожные услуги и электроэнергию, возврат НДС и другие меры. На получивших второе дыхание предприятиях Би Дайнан, Карагандинский кирпичный завод, Астана Пауэр Инжиниринг и еще трех объектах ранее были проблемы. Организации были не конкурентоспособны, но благодаря областной программе по поддержке в виде различных послаблений эти компании смогли выжить. В результате реанимации указанных предприятий было создано порядка 387 новых рабочих мест. Общий объем, проведенный ими продукции за 7 месяцев текущего года составил порядка 2,5 миллиардов тенге. Аким области Нурмухамбет Абдебеков отметил, что реанимация простаивающих предприятий – это один из резервов роста промышленного производства. Управлению промышленности и индустриального инновационного развития совместно с акимами городов и районов переработайте вот эти дорожные карты по реанимации простаивающих крупных средних промышленных предприятий. В первую очередь помощь предприятиям оказывается через привлечение эффективных инвесторов. Также им оказана государственная поддержка в рамках программ «Производительность-2020», «Дорожная карта бизнеса-2020» и «Развитие моногородов». Аймавлина Олжас-Габасов Александр Цирикидзе – первый карагандинский. В Караганде установили памятник заслуженному врачу Казахской ССР ученому Хафизу Макожанову. Скульптуру водворили перед клиникой, названной его именем. На торжественном открытии бюста побывала и наша съемочная группа. На площади перед Центром травматологии и ортопедии имени профессора Макожанова сегодня очень оживленно. На торжественное открытие памятника приехали его потомки и все, кто когда-то имел честь быть воспитанником заслуженного врача. Старшая дочь Хафиза Жанабаевича, Тамара Макожанова, сегодня в особенно трепетном настроении. По ее словам, хоть она и не пошла по его стопам, а стала математиком, отец для нее всегда был и есть идеал образцового человека. Возвращение сюда – это, можно сказать, наша малая родина. Мы родились во дворе этого дома и прожили, собственно говоря, до школы, мы прожили здесь. У нас было трое детей, брат пошел по стопам отца, к сожалению, его уже почти 16 лет нет с нами. Сестра есть младшая, она подойдет, она в медицине всю жизнь. Хафиз Жанабаевич Макожанов работал в Караганде с 1947 года. Был заведующим хирургическим отделением, а затем в течение 25 лет главным хирургом областного отдела здравоохранения. С 1958 года стал бессменным руководителем кафедры травматологии, ортопедии и военно-полевой хирургии в медицинском институте. В этом году 100 лет со дня рождения профессора Макожанова. Профессор Хафиз Жанабаевич Макожанов, основатель нашей клиники, основатель травматологии в Центральном Казахстане. По памятнику у нас проводился областной конкурс среди скульпторов. Художник, скажем, более открыл, скажем, образ врача. На открытие памятника приехал Яким области Нурмахабет Абдебеков. Глава региона обошел кабинеты клиники и познакомился с коллективом и оснащенностью Центра. Поздравив собравшихся Нурмахабет Абдебеков, пожелал всем помнить и чтить память профессора. Отрадно, что вы помните и чтите выдающегося сына нашего народа. Соблюдайте и приумножайте его традиции. И тогда имя Хафиза Жанабаевича будет жить вечно. На этом коллектив клиники имени Хафиза Макожанова не намерен останавливаться. В сентябре они планируют провести международную научно-практическую конференцию в честь столетия профессора, а также улучшать качество оказываемых ими услуг. Ведь это и есть дань уважения имени и той марке, которую задал когда-то заслуженный врач. Аймаулина Олжас Габасов, Александр Цирикидзе, Первый Карагандинский. В Улутауском районе отпраздновали 550-летие казахского ханства. Сто юрт, праздничный дастархан и спортивные состязания. Так местные жители встретили гостей, собравшихся со всех регионов страны. В Улутауском районе в эти дни небывалый ажиотаж. Местные жители и гости района объединились, чтобы отпраздновать 550-летие казахского ханства. Толпы народа, белые юрты и праздничное настроение. Казахстанцы гордятся своей историей. Исторические действия, описанные в фильме «Жау-Жарбек-Монбала», разворачиваются именно здесь, на берегу реки Буланта. Улутауский район можно назвать сердцем Казахстана. Как говорил академик Каныш Сатпаев, Улутау для казахов имеет такую же ценность, как кремон для россиян. Особенную радость и веселье собравшимся подарили Скачки и Хазахшак-Рюес. Отличившимся в этих соревнованиях презентовали автомобили. Их обладателями стали Куат Ахметов и Шалхар Толегенов. Среди палуанов чемпионом стал Асылхан Барменов. Сегодня на базе спасательной станции города Приозерск кооперативно-спасательный отряд Департамента по чрезвычайным ситуациям Карагандинской области состоялось в торжественной открытии Республиканского учебно-методического сбора профессиональных аварийно-спасательных служб МВД Республики Казахстан. Основными целями и задачами сбора «Нептун-2015» являются взаимный обмен опытом между спасателями-водолазами, приобретение и закрепление новых навыков ведения водно-спасательных и водолазных работ. Принимают участие 18 команд профессиональных аварийно-спасательных служб. Сборы проводятся в период с 25 по 28 августа на акватории озера Балхаш. На торжественном открытии присутствовал заместитель Акима Карагандинской области Липунов Андрей Васильевич. Завтра в поселке Сортировка будет прекращена подача питьевой воды. Жителям улиц Молдогуловы, Успенского, Жикибаева, Юная, 40 лет Октября, улицы Дружбы, Зеленый Лог и пожарная часть номер 16 рекомендуется иметь суточный запас воды. Отключение будет производиться в связи с сводом, а в эксплуатацию новых водопроводных линий ТО Караганды-Су. Компания приносит извинения за временные неудобства. В областном ДВД прошел турнир по рукопашному бою. Спортивное мероприятие переурочили к 20-летию Конституции страны. В турнире приняли участие 19 команд и 80 сотрудников органов внутренних дел области. Подробнее в следующем сюжете. Все спортсмены со стажем. Новичков здесь нет. Для сотрудников органов внутренних дел владение приемами рукопашного боя является неотъемлемой частью службы. Торжественно открыл турнир заместитель начальника ДВД Карагандинской области Ордак Интыкбаев. Рукопашный бой – один из основных видов спорта – боевые приемы борьбы. Большое внимание уделяется силе, быстроте и ловкости. Все это необходимо сотрудникам при задержании преступников. Удачи вам! Участники состязались друг с другом, не жалея сил. Всем хотелось продемонстрировать спортивную готовность. Лучший из лучших отправится на республиканский чемпионат по рукопашному бою. Сотрудники, получившие призовые места, будут направляться в республиканский чемпионат по рукопашному бою. По итогам данного турнира сотрудники будут награждаться кубками, медалями. Первое место турнира заняла команда «Орлан». Второе – команда полка дорожно-патрульной полиции УВД города Караганды. И третье место досталось УВД города Тимиртау. Амина Смакова, Александр Царикидзе, 1-й Карагандинский. Это была последняя новость. Если у вас есть интересная информация, звоните к нам в редакцию по номеру 420649. Я с вами прощаюсь. Аман Сауголан издар. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова